Всем отличного самочувствия, с вами Сергей Чернов, врач-мастер йоги. В этом видео поговорим про одну из возможных и часто распространённых причин ограничения поворота головы в сторону, а также боли в области шеи и край лопатки, которая возникает в результате поражения миофасциальными триггерными точками мышцы, поднимающей лопатку. Детально разберём её анатомию, функции и лечебные упражнения, которые помогут устранить боль и вернуть нормальную подвижность в шейном отделе позвоночника. Также в этом видео я подарю одному из подписчиков моего канала вот такой замечательный тренажёр Древмаз с дополнительным роликом с шипами, которым как раз-таки можно осуществить сильное массажное воздействие на мышцу, поднимающую лопатку. Смотрите видео целиком, условия получения подарка озвучу немного позже. Вверху волокна мышцы, поднимающей лопатку, прикрепляются к поперечным отроскам с первого по четвёртый шейный позвонков С1С4. Внизу мышца прикрепляется к позвоночному краю лопатки на протяжении от верхнего угла лопатки до уровня ости лопатки. Мышечные пучки, которые прикрепляются к первому шейному позвонку, располагаются более поверхностно и проходят практически вертикально по направлению к лопатке. Волокна мышцы, прикрепляющиеся к поперечному отростку четвёртого шейного позвонка, наоборот, лежат глубже и идут по диагонали к лопатке. Нервная регуляция мышцы, поднимающей лопатку, осуществляется посредством ветвей третьего и четвёртого шейных нервов, а также в некоторых случаях при помощи волокон дарзального нерва лопатки, берущего начало в пятом корешке. Мышца, поднимающая лопатку, участвует в подъёме лопатки, осуществляя её внутреннее вращение. При фиксированной лопатке участвует в боковом наклоне головы. Если обе лопатки фиксированы, то мышца, поднимающая лопатку, участвует в разгибании шейного отдела позвоночника. Она также принимает участие в боковом повороте головы. Мышца, поднимающая лопатку, поражается триггерными точками чаще других мышц плечевого пояса и практически всегда вносит свой вклад в формирование стойкой боли в области шеи. Так, триггерная точка ТТ1, расположенная в средней порции мышцы вместе с триггерной точкой ТТ2, расположенной ближе к позвоночному краю лопатки, вызывают боль на уровне угла шеи позвоночного края лопатки и иногда отражают боль на заднюю поверхность плеча. Обнаружить центральную триггерную точку на уровне угла шеи можно путём пальпации в комфортном положении сидя, когда спина плотно прижата к спинке кресла и имеется опора для локтей, или в положении лёжа на здоровом боку. Можно осуществлять пальпацию через трапециевидную мышцу. Также можно слегка отодвинуть трапециевидную мышцу кзади, чтобы обнажить мышцу, поднимающую лопатку. В положении лёжа на боку необходимо повернуть голову в противоположную сторону, чтобы натянуть и приподнять мышцу, поднимающую лопатку. Успех пальпации будет напрямую зависеть от того, насколько получилось расслабить трапециевидную мышцу, лежащую сверху. Помимо отражённой боли, триггерные точки в мышце, поднимающей лопатку, вносят существенный вклад в ограничение подвижности шейного отдела позвоночника, сопровождающегося болезненностью, который часто маркируют диагнозом тугоподвижность шеи, кривошея. Триггерные точки, находящиеся в мышце, поднимающей лопатку, также ограничивают полноценное движение лопатки во время глубокого дыхания и вносят значительный вклад в формирование укороченного дыхания, при котором лопатка находится в относительно неподвижном состоянии. Боль при повороте головы в сторону поражённой мышцы может быть настолько интенсивной, что заставляет человека, оглядывающегося назад, поворачиваться не головой, а всем телом. Активный поворот головы может быть использован в качестве диагностического теста на поражение мышцы, поднимающей лопатку. В норме при повороте головы подбородок должен свободно выходить на один уровень с передней поверхностью плечевого сустава. Если мышца поражается с одной стороны, то ограничение поворота головы, сопровождающейся возникновением боли в конечной фазе движения, будет наблюдаться в одну сторону. Если мышца, поднимающая лопатку, поражена с обеих сторон, то поворот головы будет ограничен в обе стороны. В исследовании 1993 года на 22 пациентах ортопедической клиники Нью-Йорка, наблюдавшихся по поводу так называемых болей в плече, расположенных в верхнем углу лопатки. У 95% был обнаружен участок выраженной болезненности примерно в 2 см от верхнего угла лопатки, который при надавливании вызывал или усиливал характерную боль. У 73% пациентов в этой области были обнаружены узелки или характерный хруст. Мышца, поднимающая лопатку, поражённая триггерными точками и находящаяся в длительном спазме, передаёт избыточную нагрузку в местах своего прикрепления на уровне поперечных отростков первых четырёх шейных позвонков, что может приводить к ухудшению питания данной области и деформации хрящевых структур, провоцируя развитие протрузий и грыж в шейном отделе позвоночника и усиление проявления шейной радикулопатии. Чаще всего активация и длительное существование триггера в мышце, поднимающей лопатку, происходит в результате удержания плеча в приподнятом положении, при полном укорочении самой мышцы, особенно если она утомлена или подверглась переохлаждению. Такое состояние может наблюдаться, например, во время длительной работы за компьютером, при работе с мышкой и потере правильной осанки, или в результате длительного ношения сумки на одном плече, в результате чего плечо поднимается вверх, чтобы предотвратить соскальзывание ремня. Следует особо акцентировать внимание на то, что значительный вклад в поражение мышцы, поднимающие лопатку, вносят профессиональную активность и длительно существующий стресс. Это и длительная работа программиста или бухгалтера за компьютером, когда голова наклонена в сторону от монитора компьютера, например, во время набора кода или печатания текста из книги. И работа менеджера по продажам с непрерывным потоком клиентов, если разговор идет не при помощи гарнитуры, а путем общения по телефонной трубке. Длительный просмотр фильма в кресле с высокими подлокотниками, которые провоцируют подъем рук и лопаток и укорочение мышцы, может способствовать активации триггеров и возникновению боли и тугоподвижности шеи. Ситуации, в которых человек на протяжении длительного времени берет на себя повышенные обязательства, так сказать, взваливает все на свои плечи. Постоянное психологическое напряжение, агрессия, враждебность также вносят значительный вклад в формирование длительного напряжения мышц и образование триггерных точек не только в мышце, поднимающей лопатку, но также и в верхней части трапециевидной мышцы и других мышц шеи. Если человек в силу ряда причин пользуется тростью, которая подобрана неправильно и очень длинная, то со временем это также неизбежно привезет к проблемам в области шеи. Интенсивные физические нагрузки и чрезмерная физическая активность в течение длительного периода времени, например, плавание кролем, игра в теннис, излишнее увлечение стойкой на руках, также могут спровоцировать развитие триггерных точек в мышце, поднимающей лопатку и возникновению характерной боли. Автомобильные аварии и любые другие хлыстовые травмы крайне часто приводят к вышеописанным проблемам. Наличие сколиоза, разной длины нижних конечностей, асимметрии таза приводят к перегрузке не только квадратной мышцы поясницы, о которой я говорил в этом видео, но и к длительному стрессовому влиянию на мышцу, поднимающую лопатку. Разнообразные вирусные инфекции, например, вирус герпеса, могут способствовать активации латентных, то есть спящих и неактивных триггерных точек в мышце, поднимающей лопатку, и вызывать болевую симптоматику в течение всего цикла болезни, иногда продолжая в течение нескольких дней после окончания инфекции. Когда возникают проблемы с тугоподвижностью шеи, необходимо помимо мышцы, поднимающей лопатку, также исследовать на предмет наличия триггерных точек ременную мышцу шеи. О ней уже была публикация на канале, можете посмотреть вот это видео. При поражении мышцы, поднимающей лопатку, миофасциальные триггерные точки также часто обнаруживаются в медиальной лестничной мышце и в подвздошной реберной мышце шеи. За сильный наклон головы в сторону, так называемая кривошея, в большей степени ответственны триггерные точки, находящиеся в грудинно-ключично-сосцевидной мышце, чем в мышце, поднимающей лопатку. А грудинно-ключично-сосцевидной мышце также уже был подробный обзор, можете посмотреть его здесь или по ссылке в описании к этому видео. При поражении мышцы, поднимающей лопатку, можно помочь себе самостоятельно, оказав сильное механическое воздействие на область триггерной точки с последующим вытяжением мышцы. Хорошее массажное воздействие на область мышцы, поднимающей лопатку и рядом расположенных мышц можно оказать при помощи тренажёра Древмасс, двойного массажного мяча или одиночного массажного мяча. При использовании тренажёра Древмасс или двойного массажного мяча можете оказывать как динамическое воздействие, осуществляя движение вверх-вниз вдоль позвоночника, при этом возможно возникновение характерного хруста или крепитации, исходящего из поражённой мышцы, так и задерживаться на самом болезненном и напряжённом участке мышцы, осуществляя непрерывное воздействие в течение 30-60 секунд. Если вы используете одиночный массажный мяч, то удобнее всего работать с данной мышцей по тому же принципу возле стены, используя вес своего тела. Как мы уже знаем, основной функцией мышцы, поднимающей лопатку является подъём лопатки с боковым наклоном и поворотом головы в сторону активной мышцы. Поэтому для вытяжения поражённой мышцы, поднимающей лопатку, необходимо отвести и опустить лопатку, вытягивая руку по направлению к полу, повернуть голову в противоположную сторону и сделать боковой наклон головы. Для усиления воздействия можно использовать противоположную руку. Эту процедуру необходимо продолжать с различной степенью поворота головы, чтобы вытянуть все волокна мышцы, поднимающие лопатку. Фиксацию конечного положения необходимо производить в течение 1-3 минут. Можно дополнительно использовать метод постизометрической релаксации, когда на вдохе происходит сокращение мышцы, противодействующее усилию по её вытяжению, а с медленным плавным выдохом происходит полное расслабление мышцы. Также можно создать ещё более благоприятные условия для вытяжения мышцы, поднимающей лопатку, если производить его под струёй тёплой воды в душе. Если вытяжение осуществляется в положении сидя, что является более предпочтительным по сравнению с положением стоя, то можно сесть на кисть руки на стороне поражения, тем самым прочно стабилизировав лопатку. Ещё одним хорошим упражнением для вытяжения мышцы, поднимающей лопатку, является положение лёжа на здоровом боку, без подушки, в результате чего можно осуществить боковой наклон головы с её поворотом. Рукой на стороне поражённой мышцы необходимо ухватиться за нижний край кровати, тем самым усиливая вытяжение. После работы на одну сторону обязательно сделайте 3-4 цикла полного активного движения мышцы и обязательно повторите упражнения на противоположную сторону. Мышца, поднимающая лопатку, как и все мышцы шеи, чувствительна к холоду и сквознякам. Это также нужно учитывать в процессе реабилитации и в качестве профилактики возможных рецидивов. В конце рабочего дня к области триггерных точек целесообразно приложить грелку или сделать горячее укутывание мышц этого региона. Следует иметь в виду, что большее, чем нужно вытяжение мышцы, поднимающей лопатку, может передать избыточную нагрузку на её антагониста, то есть мышцу, выполняющую противоположную функцию, переднюю зубчатую мышцу, и вызвать активацию в ней латентных триггерных точек с возникновением боли в груди и характерных судорог. Если такая проблема возникла, то необходимо осуществить механическое воздействие и вытяжение передней зубчатой мышцы. Друзья, надеюсь информация была для вас полезной, а изложение доступным. В начале видео я говорил про подарок, который получит один из подписчиков моего канала, этот замечательный тренажёр Древмасс в комплекте с роликом с шипами. Для этого необходимо выполнить ряд абсолютно простых условий, поставить лайк под этим видео и поделиться им в одной из своих социальных сетей. Обязательно оставить комментарий, по которому я выберу обладателя тренажёра. Можете описать свой случай или причину, по которой Древмасс должен достаться именно вам. Также нужно подписаться на YouTube-канал тренажёра Древмасс. Через месяц я объявлю победителя в одном из своих новых видео, следите за обновлениями, включайте колокольчик. А если хотите приобрести тренажёр Древмасс, не дожидаясь объявления победителя, то ссылка на него будет в описании к этому видео и в прикреплённом комментарии. Там же ещё раз продублирую условия получения подарка. Всем отличного самочувствия, будьте здоровы, пока!